В этом году мы завершаем переподготовку 50 учителей по направлению английский язык. По окончанию программы педагоги, помимо своего основного предмета, который преподавали в школе, смогут вести занятия по английскому языку. Это позволит нам на четверть сократить количество вакансий, которые сегодня у нас есть по данному направлению. Вариантом для расширения образовательных возможностей сельских школьников может в том числе стать тесное взаимодействие с профессиональными нашими учебными заведениями. Использование материальной технической базы учреждений СПО для проведения уроков технологий, получение старшеклассниками через осуществление профессиональной подготовки профессии – это все является дополнительным ресурсом для развития образования на селе. И такие примеры в крае у нас уже сегодня имеются. С 1 сентября добавляем 50 специальных классов математического и естественно-научного профиля. И на следующий учебный год, то есть в 2017 году, мы еще увеличим число таких классов, думаю, примерно на 75. Еще 75 классов будет открыто специальных с 1 сентября 2017 года, со следующего учебного года. Но здесь нам очень важно повышать качество. Опять же, я здесь не стремлюсь за количеством. Но почему нельзя остановиться на этом маленьком масштабе? Потому что министр об этом убедительно говорила, даже за один учебный год спецклассы внесли много нового во всю среду. Вот те школы, те гимназии, где эти классы заработали, они уже изменили много в общих подходах. И вот это общее нам важнее сегодня, может быть, даже чем вот те небольшое количество классов. Но для этого нужно включить в процесс больше и ребят обучающихся, и больше школ, и больше муниципальных образований. 50 миллиардов в бюджете, в проекте бюджета заложено. Эта программа будет. Красноярский край в 2016 году участвовал очень скромно одной школой всего и той капитальным ремонтом. Я думаю, что сейчас мы вместе с министерством, с губернатором поработаем для того, чтобы он был более широко представлен. Это и строительство новых школ, и серьезный капитальный ремонт существующих. Ну а переснащение, ну у края достаточно хорошие мышцы, хороший запас по средствам и хорошие перспективы, которые выстроил губернатор со своей командой по увеличению доходной части бюджета. Ариентация на те результаты, которые требует наше современное время, они, конечно, стали предметом обсуждения на вчерашних круглых столах, на секциях. И сегодня педагогическое сообщество, я думаю, еще раз внимательно проанализирует те ключевые задачи, которые поставлены и губернатором, и министром, и в целом требованиями времени. И примет свои локальные задачи на местах, в муниципальных образованиях, в образовательных учреждениях, организациях, что, конечно, безусловно, очень важно сегодня, поскольку согласовать представление о том, как дальше двигаться, что делать, это ключевая задача. Продолжение следует...